И Питер с нами, Петербург с нами, несмотря на тревожные или наоборот радостные времена, сегодня завершились президентские выборы в США. Петербург, заснеженный, вышел к нам в эфир Виталий Дымарский, главный редактор Эхо Москвы в Петербурге. И Александр Невзоров, главный герой этого часа на Эхо Москвы. Здравствуйте. Добрый день, милый Илёшин. Я в отеле Гильвеция. Сразу предупреждаю, что я вынужден пропустить следующее Эхо в следующую среду, потому что я 15-го читаю в Стокгольме лекцию, и меня, к сожалению, не будет. Но, тем не менее, мы сегодня... А скажите, Александр, в Стокгольме обычно читают Нобелевские лекции? Нет, нет, нет. Вот вы знаете, я как-то впустую, вероятно, прожил жизнь, и Нобелевские лекции мне явно не светят. У вас есть шанс прочитать лекцию Нобелевским лауреатам хотя бы? Они где-то там собираются скоро же. Это, я бы сказал, хиленький суррогат, но, тем не менее, рыжать я не собираюсь по этому поводу. Поехали. У вас, ведь, наверняка есть вопросы по поводу... Есть, есть. Посмотрите, я слушателям сразу расскажу небольшой секрет. Я видел, как Невзоров сидит в том самом отеле Гильвеция во время эфиров Эхо Москвы. И я знаю, что у вас там обычно стоит чай, кофе и даже несколько таких емкостей с вареньем. Не попросайничать, Леша. Не-не-не-не, подождите. Ну ладно, хорошо, чай и варенье. Сегодня, по случаю выборов американских, у вас шампанское и звон бокалов, или у вас там по стопочке и вы не чокаясь? И не чокаясь, да. Слушайте, вот вы какие-то странные. Если я с таким презрением и пренебрежением отношусь к выборной процедуре в России, неужели вы думаете, что американская выборная процедура может на меня подействовать как-то магически, и я к ней испытываю хотя бы каплю уважения? Ну она совсем другая, там демократия взрослая, сколько? Два с лишним столетия. Слушай, я вообще никогда ни к какому выбору народа никакого уважения никогда не испытывал, не испытываю и испытывать не буду, потому что я считаю эту систему глубоко порочной. Как могут люди, которые не в состоянии принимать правильные решения, определять судьбы стран и государств? А вы скажете, но вы за кого-то болели? Да не могу я ни за кого болеть, я правда... Он все равно. Нет, мне была, конечно, симпатичнее Клинтон, и я даже пытался своих безумных родственников в Оклахоме уговорить за нее голосовать, на что безумные родственники ответили мне одной замечательной фразой, типа того, что вот есть Трамп, и он... Он су-су-эйятан хинш-маш-ма. А по-русски? Хинш-маш-ма, вернее. Или это не надо переводить? У него самые волосатые яйца, сказали мне из резервации Оклахомы, и я понял, что... Аргумент, да. ...никаких шансов, никаких шансов у Клинтон уже, в общем-то, не осталось. Ребята, ведь наступает эпоха всеобщего ожлобения. Это не только в России, это во всем мире, когда выборы снова происходят по чисто зоологическим принципам. Конечно, была великолепная пора, когда интеллектуалы, утонченные люди вполне могли претендовать на пост президента американских штатов. Но эти времена прошли, мы помним, и интеллектуалов, и весьма благородных и утонченных людей на этом посту. Да полно. Но они... Но они не так давно прошли-то, все-таки Барак Обама переизбирался четыре года назад. Нет, 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 это уже не относится ни к интеллектуалам, ни к потанчевым публике. А как же, а как же нет? Человек-экономист, специалист, действительно интеллигент, выглядит хорошо, говорит складно, речи замечательные, его переизбирают. Хиллари, нет. Нет, но экономист и великолепно говорит, и все остальное ничто по сравнению с Усуи-И-Тан, да? Это уступает все больше и больше. Мы видим, насколько человечество определяется чистым зоологическим принципом при этих выборах. Я понимаю, в конце концов, рано или пусть, конечно, хотелось бы завести какое-нибудь мировое правительство, которое бы избавило от всех этих глупейших процедур, все так называемые народы и континенты. Но пока это, увы, невозможно. Я полагаю, что все-таки самым разумным было бы доверять принятие важных решений тем, кто, в принципе, способен принимать правильные решения. А кто и должен определять? Ну, это же могло кочевать бы, например, от университета к университету. Вот сегодня президента выбирает Калтех, там, Калифорнийский технологический университет, да? А завтра мы сочувствуем. Да, совершенно верно. Это вот там, безусловно, были бы решения гораздо более взвешенные и разумные. С моей точки зрения, произошла ошибка, но она забавная. И она открывает новую интересную эпоху, когда все обострится. Забавно выглядела Государственная Дума, которая зачем-то встретила аплодисментом, напоминала палату. Это нервные мысли. Женых, которые почему-то радуются назначению нового санитара, только по той причине, что санитар на шприц повязал бантик в виде особого издевательства. Его благоволение к России, понятное дело, что стоит две копейки, потому что, знаете, как в известном анекдоте, милый ты же обещал на мне жениться, а мало ли что я на тебе обещал, да? И вот сейчас все будет разворачиваться примерно по этому же принципу. Поэтому никаких оснований. Жалко, конечно, девушку, которая там сейчас наверняка рыдает, но делает это эстетично и мужественно. То есть тихо. Но вот эта вот зверинность, которая и вот это ожлобление. Ведь на самом деле тот, кто хочет зарабатывать на массах, должен учиться сейчас переучиваться, разговаривать с ними совершенно по-другому. Вот в связи с этим, кстати, у меня к вам вопрос, который я подготовил. Вообще вам не кажется, что политика, она становится совершенно другой, что пиар берет верх над какими-то реальными вещами? Виртуальный мир становится более важным и более доходчивым до людей, чем мир реальный. Ну, это само собой разумеющийся... Потому что Трамп, это порождение пиара. Само собой разумеющиеся вещи, нет, ну поймите, там в любом случае, скажем так, это действительно должен был быть сусуетом, да? Это не мог быть кто-то другой, и нужно, чтобы эта волосатость и стекол была бы продемонстрирована всему миру. Нет, это зоология и это ожлобление, когда чем проще, чем примитивнее лидер, тем больше у него шансов. И, например, вся эта установка, все эти установки, памятники Владимиром, установки памятников Грозному, Сталину, это же все из той же совершенно зоологической. Убиловать и пытать во имя некой абсолютно абсурдной и тем не менее очень свирепой идеи. Вот это очень нравится русским, и поэтому они одобряют. И Владимир же ничем не отличается. Вот замечательно, Владимир Владимирович Путин, он же, как всегда, все видит и, как всегда, очень точно все характеризует. Он ведь сообщил при открытии памятника князю Владимиру, что князь Владимир заложил нравственные основы, которые определяют нашу жизнь и поныне. То есть изнасилование в присутствии родителей, с последующим зарезыванием родителей, чем очень любил баловаться Владимир, бесконечные гаремы, воспитание в собственных детях, только свирепость и только убийство. Это и есть те самые нравственные основы, благодаря которым помнят. И чем больше, просто не надо обольщаться, не надо обманываться. Все их госуспехи, все их госстроительство, расширение границ на самом деле никого не волнует. Волнует, обратитесь к любому учебнику по приматологии. Вот вам там все очень популярно объяснят. Что это такое, приматология? По принципу приматологии, это про нас с вами, поскольку мы с вами тоже относимся к сексу и узконосах. А, приматология. Да, сажимарно, приматология. И вот там про выбор вожака очень четко все сказано. Конечно, в жизни человечества за последнюю эпоху были удивительные периоды, когда наука вдруг вырывалась вперед, начинала резко определять мировоззрение многих сотен тысяч людей. И миллионов людей. Вот тогда вроде бы, вроде бы происходила эта инверсия полюсов со зверинной на интеллектуальную. И появлялась возможность увидеть кого-нибудь типа Эйзенхауэра, появлялась возможность увидеть кого-нибудь из, там, в Англии тоже была масса высокоинтеллектуальнейших людей, начиная с Дизраэля. Да, появлялась. Но для этого необходим был общий тренд просветления научности. А у нас ведь как происходит? У нас сейчас мы видим, что движение идет прямо в противоположном направлении. Ну, слушайте, а чего вы хотите от мира, в котором 2% или 1,5% атеистов? Да, чего вы хотите от этого вида, который по сути своей является феерически агрессивным, похотливым, и для которого внутривидовые убийства – это основа существования вида. И не только забава, не только практика, но и абсолютная необходимость для устройства социумов и их защиты. То есть мы говорим все равно о чудовищном виде, который на своем эволюционном пути. Вот мне там что-то рассказывают про совесть какую-то, рассказывают про какую-то честь, про стыдливость. Вот расскажите мне, вот это животное под названием человек, на каком этапе своего эволюционного развития мог бы подцепить эти качества, которые были совершенно излишними при формировании организма в те свирепые поры, когда мы все с вами формировались. И сейчас, поскольку обаяние, сила и важность науки постепенно уходят, все привыкли, что наука – это такой придворный фокусник, который должна изготавливать гаджеты, запускать ракеты, ну и немножечко совершенствовать рукомойники и сообщать унитазам возможность немедленно делать анализ КАЛа в момент вставания с него. К науке сейчас отношение примерно такое же. Мы же видим, что происходит в России. Да, к Трампу, если можно вернуть, вот вы говорите, значит, что за Трампа голосовали, потому что у него яйца, я правильно понял? Волосатые яйца. Волосатые, да, это принципиальный момент. Волосатые яйца, давайте я не буду повторять в палапутске, это не на языке, не на языке, не на языке. Смотрите, про Путина говорили в свое время, что он альфа-самец, и мы помним различные его подвиги, полеты со стерхами. Если хотите сейчас меня подвести, ну, я хочу, чтобы вы их столкнули и представили, как они будут вместе работать. Получите ли вообще какую-то работу совместную? Вы знаете, когда я боюсь, что мир оглохнет от звона этих яиц при их соприкосновении. Хотя, конечно, вот такие, такой локотской фразы, которые мне по телефону вдалбливали мои родственнички, я бы не отделался. Тут можно ведь сказать, ну, как-нибудь поделикатнее, например, там, пелоси симметис цистикули, да? То есть перевести все это дело в такую латынскую плоскость. Но давайте, давайте уже, наконец, отвлечемся от Трампа в любом случае. С удовольствием, но только знаете, в чем проблема? Вы только что раскритиковали демократию как таковую и избрание народом своего руководителя. Но если посмотреть, вот я сейчас на сайте CNN, например, смотрю расклад. Мы знаем итоговый результат выборов, 289 выборщиков за Трампа и 218 за Клинтон, безусловная победа Трампа. Если мы посмотрим, сколько людей голосует, сейчас по подсчету вот эти идут, мы видим, что у Хилари Клинтон по голосам 59 миллионов 59 тысяч 121. У Трампа 58 миллионов 935 тысяч 231. То есть по факту избиратели поддерживают Хилари Клинтон, а за них проголосовали выборщики. На миллион, да, больше? На одну десятую процента Хилари Клинтон по избирателям превосходит Трампа сейчас. Это не первый раз в истории Соединенных Штатов так происходит. Во-первых, мы еще посмотрим, какие коленцы будут выкидывать выборщики, потому что еще слово за ними. Хотя, как правило, они не идут против своих избирателей, но это и не важно. В любом случае, я думаю, что любой... Ведь вы прямо говорите так о Хилари, как будто бы это воплощение всех достоинств. Ничего подобного. Это была бы головная боль просто, скажем так, другой симптоматики для всех. Потому что все они... Поймите, милый Леша, если человек решил пойти в политику, это означает только одно, что он вообще ни хрена больше в этой жизни не умеет. И предполагать, что вменяемые люди с профессией, с серьезной страстью к познанию, к жизни, вот так добровольно уйдут в профессиональные лагуны, в вешальщики лапши, в манипуляторы так называемыми массами, Да никогда в жизни я не поверю. Александр Глебович, ну вы однажды стали депутатом, насколько я помню. Да, и, кстати говоря, это дает мне удивительно, удивительно сильное право говорить о бессмысленности выборов, если когда-то выбрали даже меня. С тех пор порыкается, по-моему. Да, совершенно верно. Поэтому у меня здесь опыт абсолютно уникальный. Александр Глебович, а я бы хотел вернуться еще к одному вопросу, который вы уже понимали. Кстати, памятник Батыю предполагается, потому что на виду с основателем духовности должен быть обязательно и основатель российской государственности как таковой. По поводу духовности и нравственных основ, о которых мы сегодня говорили. Что, какие нравственные основы будут, на ваш взгляд, если они будут, если будет принято это решение в госидеологии, за которую ратуют сейчас депутаты и даже министр наш новый, чего он там, министр образования. Слушайте, есть классика, да? Эта классика называется «газированный гной с сиропом». Это статья, которую я написал, по-моему, еще месяца, два с половиной тому назад, о том, что принятие или попытка принятия госидеологии совершенно неизбежна. И всю эту идеологию, как она будет выглядеть, я уже описал. Надо сказать, что то, что предлагает гражданка, если не ошибаюсь, Коветиди, да? Да, она сенатор, да. Да, гражданка Коветиди, вот как бы она начиталась невзорова. И именно по моим методичкам, я, кстати, в связи с этим думал, что надо бы действительно взять, да и собраться написать какую-нибудь памятку руководства для чернозутинцев и патриотов. Потому что они не всегда последовательные, а я просто эту тему хорошо знаю, я бы мог их многому научить, поскольку бороться-то им надо с таким количеством явлений, которые они пока пропускают мимо ушей. Какие, например? Да нет. Что им может помешать? А на каждом шагу торжествует чуждый дух, на каждом шагу главенствует все равно западная культура. И тот же самый Гарри Поттер, да, я представляю себе, какие клочья православной духовности он рвет из этого несчастного народа. При том, что никакой принципиальной разницы, как вы сами понимаете, между Евангелием и Гарри Поттером нет, да? Это история примерно одного типа и примерно одного уровня, это все жанр фэнтези. Но есть люди, которые для себя это делают, а вы зря смеетесь, культ Гарри Поттера, ну, наверное, ничем не уступает многим-многим-многим христианским проявлениям. Смотрите. Уступает, уступает сильно, уступает сильно и по массовости, и я уверен, что Гарри Поттера вы не читали, потому что я знаю, что вы не читаете художественную литературу, а семь томов огромных, в принципе, тратить на это времени не будет. Поэтому боюсь, что здесь я не читаю. Это достаточно незатейливые легенды на коленях, и причем в отличие от христиан, например, которые делают это формально, только потому что есть жреческая каста, которая тащит это на себе как свой основной заработок. Вот история с Гарри Поттером гораздо, скажем так, бескорыстнее, и если дать этой вообще всей истории было бы пару тысяч лет, то, поверьте, культ был бы ничего не... Ну, подождите, пока, в любом случае, любая религия, любой культ приводит к убийствам, насилию и ненависти. Это вещь тоже совершенно неизбежная. А вы связываете вот эту будущую, если она, еще раз повторюсь, она будет госидеологию, с вот этим съединством российской нации, которую нам тоже объявили на будущий год, и все это будет, видимо, каким-то образом соединять и сочленять? Ну, как вы знаете, по Конституции введение единой идеологии запрещено, но тут этих всех умников умоют тем, что это будет просто некая, ну, скажем так, некая игра слов, да, а по сути дела одно и то же, ведь это очень просто, да, нужно объявить набор мыслей, в котором следует подчиняться, и которые следует думать, и обозначить сроки, полагающиеся за инакомыслие. Вот тогда, может быть, у патриотов, которые сейчас на каждом шагу терпят поражение, потому что на каждом шагу победоносно вторгается западная чуждая им культура, вот тогда, может быть, у патриотов появится такой окончательный шанс превратить, наконец, Россию в такую бериндеевую избушку с лучинами и безостановочной долбежкой лбом о пол. Вот нам Казанский предлагает тоже, у нас, помните, в прошлый раз были, да, новые, хорошие очень термины, Холуин у нас был, а у нас новые теперь предлагают нам проституционное большинство. Это как раз то большинство, которое будет принимать госидеологию. Почему, скажите, Александр Глебович, почему у американцев, вот мы только что смотрели, 59 миллионов за одного, 59 за другого, на самом деле они поддерживают одну идеологию, другие поддерживают другую. Такое чёткое распределение. А то уверенно, что есть две идеологии. У нас людям, которым не всё равно, они с большинством, которым всё равно, ну, их, понятно, никто не чёт. Почему у нас нет, почему мы так не похожи на них? Ну, потому что у нас всё гораздо интереснее, да, и не забывайте, что Россия откровеннее, и она откровеннее даже в игнорации всего этого блефа. Россия за это время прошла тяжёлый путь от собаки Павлова к собаке Панина, да, то есть она существенно и глобально изменилась. И вместе с тем, вот это вот количество людей, которые не приняли участие в фарсе под названием выборы, оно доказывает, что вот Россия всё-таки, всё-таки, не зря я всё-таки так, с такой симпатией отношусь к русским, она всё-таки и умнее, и глубже, и затаённее, и рванёт она так, что мало не покажется никому. Но всё-таки выбирается... В каком смысле рванёт? Не пугайте. Ну, как вам сказать, ведь, конечно, я понимаю, беспокойство хирурга, который боится, что его сточную канаву превратят в Россию, да, это действительно панический ужас охватывает их, но рано или поздно это произойдёт, потому что потенциалы и... Ну, не может, не может народ, который дал миру Ивана Петровича Павлова и Ухтомского, не может так в холостую блеснуть и превратиться просто в тупое, бессмысленное, жующее патриотическую жвачку стадо. Слушайте, ну, этот народ дал нам и вот это самое проституционное большинство, и такую депутат, как госпожа Поклон. Вот, стоп, 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 мы сейчас, у нас перерыв будет, новости рекламу послушаем. Да ещё, подождите, рано перерыв-то, ребят. Не рано, нормально, всё, нормально, у вас чистые старые отстают. Александр Невзоров, публицист в программе «Персональный ваш», вернёмся совсем скоро. «Персонально ваш». 15.35 в столице, это программа «Персонально ваш», на радио «Эхо Москвы». Алексей Соломин, Алексей Нарышкин здесь, Виталий Дымарский, Александр Невзоров в Петербурге. Мы так на Поклонской вас прервали, слушатели, наверное, подумали, что нельзя ничего про Поклонскую говорить, плохого в эфире радиостанции, поэтому ведущие так скоро резко ушли на новости. На самом деле нет, говорить можно, и, собственно, наверное, с неё начнём. Вам тут пришёл вопрос от Флоры из Петербурга. Как вы думаете, кого раньше Поклонская доведёт до инфаркта, Мединского или министра образования? Ну, я думаю, что и тот персонаж, и другой, достойный. Любых заболеваний, в том числе тяжких. Чего там, кстати, у вас был вопрос по тяжким заболеваниям? Тут сидит Дымарский и показывает мне кулак, что я о чём-то забыл. Про эпидемию СПИДа? А, ну, эпидемия СПИДа. Ну, вот, ну, какая речь? Вы хотите, если будет даже лететь, я помню? Я помню, да, конечно. Ну, СПИД. Ну, одной скрепой будет больше. Я думаю, что в конце концов хорошо, что это произошло к 7 ноября или к 4, ко Дню Народного Единства, потому что ничто так не сближает, как общий диагноз. И вот тут действительно появляется какая-то возможность у нации сплотиться. Что касается Поклонской, то да, там, как я понимаю, даже не её умопомраченные реплики. Там тоже общий диагноз. Вот поймите, да, попыталась Единая Россия робко чёрт там вякнуть по поводу того, что хорошо было бы не давать ей больше в общественном пространстве, как бы то ни было изъясняться, но потом поступило опровержение. В результате из этой истории, наверное, самым незыблемым и самым таким вот чётким останется высказывание Суворова, Пуля Дура, Наклонская тоже. И вряд ли это можно будет каким-то образом оспорить. Но среди тех, кому вообще нельзя было бы и не рекомендовалось бы говорить в общественном пространстве, ну, помимо всем известной Попадье, я бы ещё прибавил туда Петруш Толстого, который оказался просто откровенно неумён, к сожалению. Вот до тех пор, пока он порхал там где-то по ток-шоу и передавал микрофон одного другому, это было не так заметно. А что он сморозил на ваш взгляд? Он потребовал в категорической форме пресекать антипатриотические высказывания в интернете. И вообще он хочет, чтобы его любили... Кто? Толстой. Пётр. Кто его любил? Пётр Толстой. И почему его, да, потому что он теперь государственная власть, и чтобы ему были послушны, и он опускается до совершенно неприличного крика, не понимая, что насильно мил не будет. И он носитель, как он считает, видимо, он носитель истинного знания о том, что такое патриотизм? Да, совершенно верно. Что касается Наклонской, я не понимаю, честно говоря, я не понимаю, почему у них такая истерика по поводу этой балеринки Матильды, которую, по-моему, имела вся семья Романовых. По крайней мере, все мужские представители там отметились и отмечались достаточно регулярно. История действительно, скажем так, ну не самая стерильная, но, а чёрт возьми, с кем не было это вполне всё. В Крыму любят Николая. Я не знаю, кто в Крыму любит Николая, там я всё-таки полагал, что в Крыму люди с традиционной ориентацией. Но из тех, кому я не рекомендовал бы вообще вылезать ни в какое общественное пространство, у нас появляется новый прелестный герой, вот Кириш Кундеев, как бы он затаился, послушав прошлое эхо, но зато у нас опять блеснул Судаков. Это главпоп петербургский, так называемый в Арсенофе. Вот он отмочил просто сказочную вещь на епархиальном совете, в чём вы можете убедиться, открыв сайт Ленинградской митрополии. Сидит Судаков и рассуждает про революцию 1917 года. И вот рассуждая про революцию 1917 года, он недоумевает, как такое могло случиться в православной стране, где в каждой школе изучали закон Божий и на каждом шагу был храм. И тут же Судаков приходит к неожиданному выводу и отвечает сам себе, нам надо усилить духовно-нравственное просвещение, то есть, чтобы в каждой школе был закон Божий и был храм. То есть, вероятно, он скрытый революционер, либо вообще не отдаёт себе отчёт в том, что он говорит. Вот позвольте, я встану на защиту всё-таки Натальи Поклонской и скажу, что вся эта история истерия вокруг Суворова – это полная фигня. И, как мне кажется, если уж в «Единой России» разозлились из-за её публичного поведения, то это явно из-за фразы о том, что Сталин и Гитлер, и Ленин, и Гитлер – изверги. И это уже не понравилось действительно очень многим из тех, кто носит портбилет «Единой России». А тут, как мне кажется, она-то как раз абсолютно права. То есть, Грибоедову можно не знать, а вот это нельзя говорить? Речь шла о конкретной фразе, насколько я понимаю, и все критики этой очень косноязыка и очень неумной девочки, они, в общем, правы, конечно. Ну, мы переходим, естественно, к поповедению. К поповедению? Да, помимо вот блестнувшего в очередной раз. А я не понял, подождите, я просто не понял вашего ответа. Здесь-то она правильную вещь сказала, верную вещь, она соответствует исторической истине, или вы записываете её... Если мы говорим конкретно об этой фразеологиме, да, вот о чёткой фразеологиме с ритмом и ритвой, рифмами, то это, конечно, абсолютно бессмысленное высказание, насколько я понимаю. Хотя что там Александр Филиппович Македонский, как он ломал стулья и что он говорил, ведь даже искусство побеждать, так называемый труд Суворов, вы же сами понимаете, что это позднейшая. Я не про Суворова. Я не про Суворова, я про Ленина. Нет, смотрите, вот что пишет Поклонская у себя в живом журнале на прошлой неделе. Она пишет про извергов 20-го столетия, в числе которых Ленин и фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер. Ну, она же правильную даёт историческую оценку этим двум персонажам. Ну, куда из этой милой компании идти всякие Сталины, да, тоже всё такое. Ну, Сталина нет, может, она не знает его. Да тот же самый Николай Иванович. Ну, а вот взять и расстрелять, взять и расстрелять посреди Петербурга 350 старушек, детей и стариков с иконками, с портретиками и свечками. Ну, конечно, тут тоже понятны все наклонности персонажа. Я уж не говорю про убитых им котов. Давайте перейдём к... Просто извините, мы сейчас перейдём. Поймите, она имеет право на свою точку зрения. Мы сейчас перейдём просто... Имеет право её высказывать. Но ведь эта особа стала известна благодаря своим фанатическим выходкам в отношении художественных фильмов, выставок и других материй, которые не имеют к ней вообще никакого отношения. То есть, чем, например, я атеист, отличаюсь от гражданки Поклонской? Тем, что я никого не заставляю жить в соответствии со своими представлениями о прекрасном. А вот кино, которое не нравится девочке Поклонской, косноязыкой и, как я понимаю, очень неумной, вот его не должны смотреть все. И не очень образовываться. Вот дело только в этом. Дело в том, насколько человек использует сам себя как инструмент власти и насколько он некорректен в этом использовании. Это, наверное, не значит, что он не может одну фразу сказать, в которой можно согласиться. Совершенно верно. Итак, у нас... Поповедение. Да, да, да. Я понимаю, вот много было вопросов, просили меня больше не касаться всяких античных святых, которые все под копирку и все однотипные. Но вот возьмем, например, там, 1855 год, что у нас творилось в России. Как раз в эти дни празднуется блаженный Феофил. Это очень интересная история. Это юродивый, блаженный, его мама. Простая русская православная женщина, которая, естественно, была противницей абортов. Все-таки, значит, этого мальчика родила, и сперва она его пыталась дважды утопить, потом она очень живописно засовывала его между мельничными жерновами, потом рубила топором и вообще пыталась от него всяко избавиться. Хотя сама была, кстати говоря, как наша уполномоченная по делам детства, тоже была попадьей. Закончилось все это серьезными расстройствами. В результате это существо прославилось тем, что в валенке на одной ноге, в башмаке на другой, повязав в грязную голову грязным полотенцем, оно разгуливало по обителям. Вот непосредственно блаженный Феофил. Дело в другом. С какой сказочной легкостью знатные дамы, аристократия того времени покупались на все это. Потому что известно, что Феофил перед тем, как протянуть даме руку для поцелуя, потому что у попов руки целуют, он специально мазал ее калом, о чем повествует его житие. И дамы прикладывались. А когда это очень большой калом мазал, смирял этих горделивых барышень в атласных платьях. Почему мамаша-то с ним не справилась? Мамаша не справилась с ним, а вот нет, она не справилась с ним еще в младенческом. Ну да, а почему она не справилась с ним? Я не знаю, по какой причине простая русская православная... Потому что она не могла, вероятно, сделать аборт. И какую-то совсем важную графиню, как повествует житие, блаженный Феофил отправил мыть его ночные горшки, которые почему-то в невероятных количествах скопил в Килии, где устраивал антисанитарию, невиданную даже по меркам жития в святых. И все бы это было ничего, но мы говорим примерно о 50-х годах 19 века. И вспомните, что Джоуль в этот момент уже оценил среднюю скорость движения газовых молекул. А Клазиус уже сформулировал первый закон термодинамики. Вот это вот вся разница цивилизаций, которая, увы, отчетливо и очень заметна. Я еще хотел вам, знаете, какой вопрос задать? Одно из событий буквально в недавних дней. Это некий заговор или какое-то покушение на черногорского премьер-министра. Все это напоминает какой-то панславянизм вот этот вот 14-го года, из-за которого разгорелась Первая мировая война. Ну, во-первых, может быть, просто попытались пойти уже просто по проверенному пути, коль скоро он себя в исполнении Гаврилы Принципа, которому за это дали тортики новые, галоши, так хорошо себя оправдал. Но вообще, друг мой, Демарский, для этого и существуют службы внешней разведки, чтобы периодически что-нибудь где-нибудь устраивать. Я их понимаю, потому что у меня тоже вот по старой, хотя я давно уже... А вы думаете, что, реально наше устроили? Слушайте, ну а почему бы и не устроить? Да вообще, вот как бы для этого... Нет, ну подожди, давайте все-таки разделять. Там есть националисты из России, но конкретно российское государство, российские власти, никто ни в чем не обвиняет. Да, официально, официально они, конечно, в этом не участвуют. Но я, например, понимаю, конечно, иногда вот прям скулы сводят, хочется устроить какой-нибудь государственный переворот. У меня, например, тоже, тоже, тоже перевороты руки, но поскольку я давно вне игры, то я уже ничего не устраиваю, но тех, кто устраивает, я понимаю. А для чего еще? А если бы вам предложили в Черногории там чуть-чуть? Вопрос цены. Понятно. Вопрос цены. Невзоров продается? Да, я никогда не скрывал, что я флебустьер информационного моря и граблю всех, кого встречаю на пути. Промерят карманы на Рышкин сейчас же. Ну, вы далеко, это мне проявляют. Я не ворую, дорогой мой, а граблю, это немножко другое. И я не знаю, что там с Черногорией, с националистами. Я понимаю, что, может быть, это была очередная попытка сформировать какой-нибудь национальный символ. А кто, кстати, поймал венок на похоронах Моторолы? Вот мне интересно. Что за традиция? Нет такой. Нет такой? Ой, значит, я перепутал со свадьбой. Ну, извините, пожалуйста. Ну, извините. Да, еще вернемся к тому, кому не следовало бы вообще говорить в общественном пространстве. Вот известно, что один и тот самый депутат ЛДПР, которому было запрещено вообще разговаривать, сейчас по его по ускоренному курсу обучают человеческой речи. Это кто? Ну, вот футболист. Питерский ваш. Да, Питерский, который прорвался в штрафную площадку законодательного собрания. Молодой, кстати, сколько там вы фирма. И вот говорят, что через недели, через две, а может быть, через пару месяцев он, наконец, обретет то, что называется, голос. Вы, по-моему, хотели прокомментировать еще замечательного преподавателя, который решил раздеться перед учащими. Да, поскольку я теперь глубоко интернетизированный человек, то есть я сам могу найти, посмотреть. У меня эта история восхитила и очень понравилась. Причем его завод Камиль Магомедов, он разделся перед аудиторией в медицинском университете, будучи исполняющим обязанности кафедры гистологии. Но дело-то не в том, что он разделся, дело в том, как отреагировали будущие дагестанские врачихи. Девушки начали убегать. Гистанские врачихи с визгом кинулись покидать аудиторию. Они не знают, что это старый академический, анатомический трюк, который первый раз показал, я уж не знаю, наверное, Мандино де Леуччи, Бартолини, Руэм. А последний до него кто показал? И великие анатомы, они всегда снимали с себя в аудитории одежды. И нормальные студенты, вот те, которые могут быть врачами, должны были схватить фломастеры и бежать разрисовывать, разлиновывать преподавателя и в истеологическом смысле, и рисовать на нем... Реоглия. Это как раз и есть истеология. Рисовать на нем всю миологическую картину и вообще радоваться... Миология это мышцы. Да, миология, миология это наука. А, серьезно. То есть здесь, по идее, реакция студентов была глубоко порочной и позвольной. Слушай, не-не-не-не, я не согласен. Почему студентки должны оставаться в аудитории и смотреть на голого мужика? Это Исламская Республика в России, но там совершенно другие нравы. Не существует исламской медицины, милый мой, да? Это их профессия. Вот нет такого понятия «исламская медицина». Да не имеет отношения голый мужик в аудитории к медицине, они же его не лечили. Лешенька, Лешенька, вот вы зайдете в следующий раз когда-нибудь на медосмотр. Либо вы, не дай бог, придете, я надеюсь, что этого никогда не произойдет, вы будете бессмертны, да? Вы когда-нибудь придете с каким-нибудь маленьким, но неприятным недугом. И зайдете в кабинет к доктору и разденетесь. И докторица с визгом, опрокинув стул и распив стеклянную дверь, покинет помещение, где оказался голый мужчина. Я ниже... Все зависит от того, какого размера недуг. Куда-то сомневзором удалился. Расхулиганились. Куда вы делись? У вас с микрофоном какие-то проблемы возникли? Нет, у меня... Позвольте тогда, давайте чуть изменим. Если вас интересует размер недуга, то я тогда бы вам рекомендовал обзавестись. Вот, например, знаете, есть такое милейшее существо, морская свинья. Не надо путать с морской свинкой. Вот у нее на пенисе расположены органы обоняния, да? Это очень помогает в выборе жизненного пути и партнера. А вот есть еще бабочка-японский парусник. У нее на этом органе расположены глазки. И это дает ей вообще необыкновенные шансы быть успешной. Не только в личной, но и вообще. А что касается... А Камиль объяснил, зачем он это сделал? Да нифига, Камиль, увидев патологическую реакцию своих студенток, просто сбежал, да? Начал одеваться там. Начал догоняться, да. Просто сбежал. Нет, нет, нет. Он оделся и потом сбежал. Но вообще грамотная реакция медиков, это немедленно определить конституционные параметры фигуры. Это немедленно определить все имеющиеся патологии. Состояние кожи. Состояние суставов. И в этом смысле уже бомбить преподавателя и устроить диспут, настоящий медицинский диспут на хорошей обнаженной натуре. Ну да, или тоже можно было раздеться. Я не согласен. Понимаете, для невзорова, взрослого, такие вещи, очевидно, а для подрастающего поколения, это вот не совсем понятно, что нужно как-то там бросаться, изучать. Вот медик не может быть подрастающего поколения, человек, который посвятил себя служению этому ремеслу, этой профессии, должен забыть о всех этих глупейших предрассудках. Ну это верно, и они в морги ходят уже, и голых трупов там рассматривают, для них это ничего страшного. Голых трупов, какой ужас, какой ужас. Но понимаете, в чем дело? Студенты, как мне представляется, сами просто изначально не поняли, чего ради он раздевается, он сумасшедший. Ну вы знаете, когда то же самое проделывают... А если они учатся на ухо-горло-носо, зачем им горло-носо? Ну вообще общая анатомия входит в обязательный конструкт медицинского образования, тут они не могут рассматривать... В общем, мне кажется, просто невзоров завидует этим товарищам, которые упустили вот такую возможность, сами бы, наверное, хотели бы поприсутствовать на лекции. Помилуйте, там ничего особо интересного не было, и я анатомию знаю достаточно хорошо, чтобы, скажем так, освежать таким образом свои знания. Но студенты должны были бы, безусловно, быть благодарны. Спасибо большое, Александр Невзоров, персонально ваш. Персонально ваш. Рекламно-информационная программа «Люди и деньги». Здравствуйте.